Татьяна Николаевна Семенова, Саратов. Эффективность фотодемической терапии при хронических формах центральной сирозной хортинопатии. На самом деле, название доклада немножечко изменено. Это нас интересует, прежде всего, ОКТ, ангиография в диагностике и оценке эффективности ФДТ при хронической центральной сирозной хортинопатии. Значит, а как здесь движется? Извините, не этот? А, два. Все, спасибо. По просьбе организаторов данного симпозиума с удовольствием должна сказать о том, что использование спектральной ОКТ в Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии Саратова, которую я представляю, с 2009 года, аванси с 2014 года, и проведено 8,5 тысяч исследований, обследование, вернее, 8,5 тысяч пациентов, проведено более 39 тысяч исследований, и 6 из них – это передний отрезок глаза. Возможность ангио-ОКТ у нас появилась с апреля-мая практически этого года, и проведено, обследовано около 300 человек, проведено более 500 исследований. Значит, нас интересовало изучение ОКТ-ангиографических критериев хронических форм центральной сирозной хореопатии и оценка эффективности, информативности метода в процессе фотодинамической терапии. Было обследовано 29 глаз, из них 13 были осложнены хореидальной новоскуляризацией. Все указанные методики применялись, причем флуоресцентная ангиография, столь информативная, при острых активных фазах, она не давала, как отмечено предыдущими докладчиками, возможности иногда отграничить, отдифференцировать наличие хореидальной новоскуляризации, поскольку, в общем-то, регулярная диффузная гиперфлюоресцентция, она может быть и без наличия хореидальной новоскуляризации. И ОКТ-ангиографические признаки, ну, это здесь представлены характерные, на доскане высокого разрешения видна серьезная отслойка, значит, сетчатки с удлинением наружных сегментов фоторецепторов, с увеличением толщины хореидей, более 400 микрон, на, значит, высоко референсном, ну, данный факт не комментирую, и, значит, имеется на ОКТ-ангиографии, на трехмерном референсном скане наружной сетчатке относительно гиперрефлективной, соответствующей зонам серьезной отслойки, и гиперрефлективной точки, высоко гиперрефлективной точки, которые ассоциируются как раз с местами удлинения наружных фоторецепторов. Значит, в этом случае дополнительно, значит, мы видим, помимо отслойки нейроэпителия, отслойки пигментного эпителия, и на трехмерном, опять же, скане видим очаг гиперрефлективности относительной, которая также соответствует зоне отслойки серьезной, и зоне отслойки пигментного эпителия, они выглядят как высоко гиперрефлективные кольца с низкой рефлективностью в центре. ОКТ-ангиография демонстрирует отсутствие патологической новой вискуляризации на всех уровнях. Данный слайд демонстрирует, в общем-то, пансерно-точную флуоресценцию, и на Б-скане плоская отслойка пигментного энерроэпителия, но на ОКТ-ангиографии хорошо виден очаг новой вискуляризации, что в данном случае, конечно, позволило поставить, несмотря на неопределенные значения фак, дифференцировать осложнение хоридальной новой вискуляризации хронической формы. И разрешите мне рассказать несколько случаев фото-динамической терапии при хронических формах центрально-серозной хориоретинопатии, которая у нас проводится пока менее года, а ОКТ-ангиографии, соответственно, еще полгода не существует, поэтому, в общем-то, это начальное исследование. Значит, в данном случае мы видим классические симптомы хронической центрально-серозной хориоретинопатии, неосложненной новой вискуляризации, и также вот это относительная гиперрефлексия на трехмерном референцировании на рожьей сетчатке, отслойка пигментного эпителия, небольшая с типичными изменениями на факт, и через три месяца после фотодинамической терапии изменяются незначительно данные флюосемтной ангиографии, клинические видим прилегания регресс-отека на боскане. Отслойка сенсорной сетчатки, она полностью ликвидировалась, и сохраняется плоская отслойка пигментного эпителия. И казалось бы, что вот при таких неосложненных формах центрально-серозной хориоретинопатии достаточно только босканирования для мониторинга, значит, на сканах высокого разрешения. Но через три месяца после ФДТ-нижний скан видим вот эту вот плоскую, совершенно незначительную отслойку пигментного эпителия, и это заставляет нас все-таки проводить в таким дальнем обязательном порядке ОКТ-ангиографии для исключения хориодальной меоваскулиризации в последующем, что будет показано на следующем клиническом примере. Тоже молодой мужчина, 40 лет, со снижением зрения до 4 десятых, и вот с такими типичными признаками хронической центрально-серозной хориоретинопатии на момент, когда он к нам поступал и когда решался вопрос о проведении фотодинамической хориоретинопатии, у нас еще не было возможности проведения ОКТ-ангиографии, а через три, значит, с половиной месяца, когда полностью ликвидировались, в общем-то, серьезные отслойки и восстановились зрительные функции, больной был очень доволен, но ОКТ-ангиография мы обнаруживаем вот как раз в форме цветка меоваскулиризацию, которая по площади значительно превышает сохранившуюся незначительную плоскую отслойку пигментного эпителия. Ну, в данном случае, поскольку у больной были замечательные зрительные функции, он не настроен был ни на какое лечение, и мы как бы тоже должны были его наблюдать, мы наблюдали еще полтора месяца, пока не случился рецидив вот с такой высокой отслойкой меры эпителия, с сохранением такой же незначительной отслойки плоской пигментного эпителия и симптомами меоваскулиризации, также по-прежнему значительно превосходящей по площади площадь отслойки пигментного эпителия. Ну, данному больному предложено, сделано, вернее, сейчас в качестве следующего этапа антивилотши терапия с последующей возможной фотодинамической терапией, только уже теперь не в половинной дозе, как у первого больного, где не было осложнений холидальной меоваскулиризации, а в полной дозе. Да, не сказала, фотодинамическая терапия, проводилась препарат инфоталон, немножко от везудина отличается длина волны, но эффективность мы отмечали хорошую. Наш небольшой материал показывает высокую клиническую эффективность данного метода, особенно в случаях неосложненных холидальной меоваскулиризации, где почти у половины больных идет восстановление морфологических изменений с восстановлением зрительных функций. Также высока эффективность и при осложненных МВ в случаях фотодинамической терапии, меньше, правда, эффективность и требует сочетание, вопросы чередования с ангиогенной терапией и другими видами терапии, в том числе лазерными методами, они, конечно, стоят. И здесь вопросов может быть пока больше, чем положительных ответов, но тем не менее очевидно, что данный метод ОКТ-ангиография, он очень важен в диагностике осложненной центральной и хронической центральной серозной курии ретинопатии и в мониторинге результатов фотодинамической терапии при данной патологии и имеет большую диагностическую ценность даже по сравнению с золотым стандартом флоресцентной ангиографии в случае хронической ЦСХРП, поскольку он позволяет дифференцировать ХНВ. И, в общем-то, как заключение моего краткого сообщения, мы считаем, что ОКТ-ангиография, наряду со всеми вышеперечисленными традиционными уже методами, показана во всех случаях хроническая центральная серозная курии ретинопатия, поскольку позволяет четко дифференцировать наличие осложнений холиданной новой сколеризации и определять тактику дальнейшего лечения. Благодарю за внимание. Спасибо, Татьяна Николаевна. Скажите, а Вы какой лазер применяли? Мы применяли аппараты по ЛФДТ с алкомовской насадкой, с алкомовским лазером. Мы собраны в Белоруссии, когда они получили GMP-сертификат и отверточное производство в Южной Корее. Мы со своим аудитом съездили, посмотрели много случаев лечения и, в общем, решили предвести. Понятно, спасибо. И хотел уточнить, Вы пациенту с холиданной сколеризацией планировали в перспективе, возможно, повторять фотоанимическую терапевту с полной дозой. Наверное, есть последующие все-таки инъекции ингибитора? Я сказала, что с предыдущей, даже не с последующей, то есть сначала... А в следующий раз тоже с ингибитором? Ну, в следующий раз это будет видно по течению. Если будет полностью отсутствовать отслойка нейроэпителия и сохранится вот эта плоская отслойка пигментного, или там неплоская отслойка пигментного эпителия, ну, здесь, наверное, все-таки эффективнее будет фотодинамическая терапия по нашему опыту, потому что антиангиогенотерапия в случае... Нет, нет, я имел в виду, что если уже есть случаи осложненные кардиальной сколеризации, поскольку фотоэпимическая терапия дает ангиокклюзию и усиливает продукцию вазопролиферативных, уместно, по идее, назначить еще и ингибиторы. Обязательно, обязательно. Хотя это, на сожалению, не гарантирует нам результат. Да, но мы это обязательно чередуем. Спасибо. Есть еще вопросы? Тогда поблагодарим докладчика.